В рамках выездного расширенного заседания правительства Хабаровского края, которое состоялось в Солнечном районе, заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Кирим Сунгуров проинспектировал ход строительства социально значимых объектов на Найском районе и в Комсомольске-на-Амуре. Одним из первых пунктов объезда стала общеобразовательная школа в самом большом национальном селе Хабаровского края Найхин. На сегодня техническая готовность объекта составляет 95,75%, строительная – 100%. На объекте завершены основные строительно-монтажные работы, завершаются отделочные работы, установка вентиляционного оборудования. Близятся к завершению также внутренние электромонтажные работы. В Комсомольске-на-Амуре зампредправительство проинспектировал ход реконструкции городской набережной, по этому объекту также наметилась положительная динамика. На начало мая техническая готовность здесь составляла 57,1%. Ведутся работы по устройству лестничных сходов, дренажные призмы, основания подпорной стенки. На втором участке объекта осуществляется обустройство амфитеатров. Ведутся работы по берегову креплению, устанавливаются перегородки спасательного поста, замков и лестниц колодцев. На третьем ведется монтаж леерного ограждения, устройства гранитного покрытия и бортового камня. Монтируются выпуски опор освещения, укладывается основа под бетонную плитку. По словам Керима Сунгурова, завершить второй этап реконструкции набережной города Юности планируется в июне 2022 года. В региональном центре развития спорта в Комсомольске-на-Амуре Керим Сунгуров проинспектировал ход строительства третьего этапа объектов, в рамках которого возводится центр сложно-координационных видов спорта. Здесь уже завершены строительно-монтажные работы и ведутся пусконаладочные. Собраны телескопические трибуны, к окончанию подходят работы по монтажу каркаса конструкции скалодрома. Решается вопрос электроснабжения объекта по постоянной схеме.